В этом видео я расскажу о том, что такое цветокоррекция и зачем она нужна. Разберем интерфейс вкладки Color, расскажу, почему важно уметь пользоваться графиками Lumetri Scopes и покажу, как работать с панелью Lumetri Color. Всем привет! Что такое цветокоррекция? Цветокоррекция – это процесс, включающий в себя внесение исправлений в изображение с целью исправить любые его отклонения от стандартного внешнего вида. К примеру, если вы провтыкали с экспозицией или балансом белого во время съемки, это ваш шанс их исправить. Также цветокоррекция может использоваться для того, чтобы свести несколько камер между собой, а также чтобы вытянуть больше информации из плоских профилей. На самом деле процесс цветокоррекции намного легче, чем кажется. Ваша камера, как правило, уже дает хорошую картинку, которую нужно слегка подкрутить, чтобы получить хороший результат. Давайте начнем с того, как мы определяем цвет. Для этого есть три базовых термина. Это Hue, Saturation и Luma. Hue – это, собственно, сами цвета. Saturation – это насыщенность этих цветов. Luma – это яркость цвета. Цветокоррекция делается в несколько этапов. Это исправление экспозиции, выравнивание баланса белого, регулировка насыщенности и объединение кадров в группы. Если у вас есть разные планы одной и той же сцены, вам нужно будет свести эти кадры к одному цвету. Работать с цветом будем на вкладке Color. Слева находится панель Lumetri Scopes. Она вам может показаться непонятной и сложной, но как только вы поймете, что эти графики показывают, они перестанут быть такими запутанными. Панель Program, где мы видим файл, с которым работаем в данный момент. И панель Lumetri Color, где мы будем работать с цветом. Панель Lumetri Scopes. Если у вас ее нет, зайдите во вкладку Window и включите Lumetri Scopes. Я использую вот эти три инструмента, когда делаю цветокоррекцию. Если хотите увидеть список всех доступных вариантов, нажмите паровой клавиши мыши в этом окне, и вы увидите выпадающий список с ними. С их помощью можно читать цвета и получить информацию в виде графика, чтобы быть уверенным, что вы правильно видите цвет. Потому что цвета могут отличаться на разных мониторах. На одном мониторе цвета могут быть теплее, на другом холоднее, один более контрастный, чем другой, и так далее. Первый инструмент это Lumo Waveform. На его графике мы видим экспозицию в кадре, где 0 это полностью черный цвет и 100 полностью белый цвет. И это визуальное представление экспозиции, или другими словами, яркости вашего кадра. Если я подставлю график поверх кадра, вы можете заметить, что эти значения совпадают с объектами в кадре. Давайте разберем их на нескольких примерах. Можете видеть в районе нуля вот такую линию. Когда цвет собирается в такие линии, это называется клипинг. И обычно это означает, что вы теряете какие-то детали видео в этих областях. Если взять вот это видео с жестким пересветом, можно увидеть, что в районе 100 присутствует клипинг. И это значит, что есть пересвет и потери информации в этих участках. И если кадр снят так изначально, то, как правило, такую информацию восстановить уже нельзя. Второй инструмент это RGB Parade. Он помогает выровнять баланс белого в кадре. По сути, это то же самое, что и Lumo Waveform, только разбито по цветам. Красный, зеленый, синий. Последний инструмент это Vectorscope. Он показывает все цвета в вашем кадре, а также их насыщенность, так сказать, с высоты полета. Чем дальше от центра круга, тем более насыщены эти цвета. И давайте перейдем к панели Lumetri Color. Тут есть 6 разных вкладок. Basic Correction это закладка, в которой делается базовая коррекция. Creative это придание вашему видео креативного вида. Curves кривые. Color Wheels and Match это цветовые колеса, с помощью которых можно менять оттенок вашего видео. И Match это крутая штука, которая помогает свести два кадра к одному цвету. HSL Secondary это аббревиатура, которая означает Hue Saturation Luma, о которых мы говорили ранее. И виньетка. Давайте их разберем. Вкладка базовой коррекции. Input Lat или Lookup Table это возможность для вас применить различные пресеты. К примеру, если видео снято в S-Log, применив нужный пресет, можно интерпретировать его в REC 709 для дальнейшей обработки. Дальше мы можем настраивать баланс белого. Первый ползунок температуры делает изображение от холодного к теплому. Второй ползунок оттенка от зеленого к розовому. Также есть вот такая пипетка. Если ее выбрать и нажать на какой-то белый участок в видео, или на участок, который мы знаем, что должен быть белым. Программа автоматически настроит баланс белого. Это хороший вариант, если вам нужно очень быстро выровнять баланс белого. Но Premiere не всегда делает это правильно. Дальше идет ползунок экспозиции. Можно делать ярче или темнее ваш кадр. Потом идет контраст. Можно делать контрастнее или менее контрастнее. Highlights отвечает за диапазон между самыми яркими участками и средними тонами. Shadows отвечает за диапазон между тенями и средними тонами. Whites отвечает за самые яркие участки в кадре. И Blacks отвечает за самые темные участки в кадре. Saturation – это насыщенность изображения. Тут можно настроить, насколько насыщенным будет кадр. Или вообще черно-белым. Кстати, если в процессе обработки вам что-то не понравилось, и вы хотите быстро вернуть текущий параметр в стандартное значение, просто два раза клацните на него. Это работает со всеми настройками в этой панели. Далее закладка Creative. Тут мы можем использовать различные пресеты, чтобы придать какой-то стиль изображению. Вот в этом окошке можно быстро просмотреть, как они будут выглядеть с выбранным кадром. Чтобы его применить, просто клацаем на изображение. И вот этот ползунок Intensity отвечает за то, насколько этот пресет применился к вашему изображению. Не стоит оставлять это значение на 100%, чтобы видео не выглядело сильно ядреным. Лучше его опускать ниже. Faded Film осветляет тени. По сути то же самое, если потянуть Blacks вверх. Sharpen – это резкость. Но я крайне не рекомендую поднимать резкость этой настройкой. Для этого есть другие инструменты в премьере. Vibrance и Saturation. Saturation в принципе дублирует ползунок с Basic Correction. Но что такое Vibrance и в чем его отличие от Saturation? Потому что на первый взгляд оба ползунка поднимают насыщенность. Но Saturation применяется ко всему изображению в равной степени. Это означает, что пиксели с высокой насыщенностью обрабатываются так же, как и пиксели с низкой насыщенностью. Проблема в том, что за счет увеличения насыщенности вы в конечном итоге перенасытите некоторые из уже насыщенных цветов и потеряете детализацию в этих областях. В то время как Vibrance не работает со всеми цветами в равной степени, а регулирует только наименее насыщенные цвета. Цвета, которые уже насыщены, подвергаются меньшей обработке. И это уменьшает вероятность перенасыщения цвета и потери деталей. Вот эти два круга, Shadow Tint и Highlight Tint, это то, какого оттенка мы хотим придать теням или светлым участкам. Кривые работают точно так же, как и в фотошопе. Нижняя точка регулирует тени, верхняя отвечает за хайлайты. И мы можем добавить сколько угодно точек между ними, чтобы настраивать цвет, как нам захочется. Если тянуть вниз, мы будем глушить цвет. Если вверх, то делать его ярче. Вот эти четыре разноцветных круга, это каналы кривых. Белый это мастер-канал. И все изменения будут применяться на все изображение полностью. Остальные три это RGB. Красный, зеленый, синий. И можно по отдельности работать с каждым выбранным каналом. Далее идут очень интересные кривые. Hue vs Saturation, или цвет против насыщенности, регулирует насыщенность выбранного цвета. Если взять пипетку и ткнуть в какой-то цвет, вы увидите, что на этой линии создалось три точки. Центральная точка это выбранный вами цвет. А две боковые точки изолируют все изменения внутри своей области. Таким образом вы будете работать только в этом диапазоне цветов. Либо выбрать нужные вам цвета вручную. И если потянуть эту точку вверх или вниз, можно настраивать насыщенность только этого цвета. Hue vs Hue работает точно так же, как и предыдущая кривая. Только вместо насыщенности меняет один цвет на другой. Hue vs Luma регулирует яркость выбранного цвета. Luma vs Saturation регулирует насыщенность в разных диапазонах яркости. В тенях, в средних тонах и в хайлайтах. Saturation vs Saturation регулирует насыщенность от менее насыщенного к более насыщенному цвету. Что такое Color Wheels? Тут вы по отдельности работаете с тенями, средними тонами и хайлайтами вашего видео. Вы можете менять им цвет, а так же делать ярче или темнее. Color Match нужен для того, чтобы свести по цвету два кадра. К примеру, у вас есть два видео с разным цветом и вам нужно свести их к одинаковому цвету. Чтобы не делать это вручную, можно нажать на вот эту кнопку. И в соседнем кадре с изображением выбрать кадр Reference, на который будете равняться и нажимать на Apply Match. И вуаля, Premier свел эти кадры за вас. Это очень крутая штука и может вам сэкономить кучу времени. HLS Secondary. Тут вы можете отдельно работать с каким-то цветом. К примеру, нужно поменять цвет неба. Для этого выбираем пипетку и клацаем на нужный цвет. Вот этими ползунками настраиваете область цвета, с которым будете работать. Тут выбираете способ отображения выделения, как вам удобней. И можете его инвертировать. Меня устраивает и стандартный вид. Reset скидывает все выделения цвета. С помощью Denoise и Blur можно сделать выделение более мягким. Ну и дальше коррекция этого цвета. Можно потянуть его в любой цвет, в который захотите. И менять его яркость. Можно разбить цвета на тени, средние тона и хайлайты и работать с цветом только в них. Можно менять температуру, оттенок, добавлять или убирать контраст, резкость, насыщенность и все это по отношению к конкретно выбранному цвету. Виньетка. Затемняет или осветляет края видео. Тут настраиваете ее размер. И форму. И в конце делаете растушевку, делая края плавными или резкими. Чтобы выключить эффект Lumetri Color на этом файле или посмотреть разницу до и после, нажмите на вот этот значок FX. Если вам не нравится то, что вы накрутили и вы хотите сбросить все настройки Lumetri, нажмите на вот эту стрелочку Reset Effect и она сбросит все эффекты Lumetri до стандартного значения. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, если не понравилось, поставьте два дизлайка, а также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить следующее видео, в котором я расскажу про настройки экспорта. До новых встреч!